Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня видео второе в этой, можно сказать, уже маленькой серии. Я хочу вам представить мою гостью сейчас. Это доктор Кузьмина Марина Вячеславовна. А речь у нас сегодня пойдет о уникальном продукте одной новосибирской, ну, скажем, с Новосибирского академгородка, одной лаборатории, которая произвела несколько уникальных продуктов. Мы говорили о них в прошлом видео, но сейчас речь пойдет об одном. Это гель-сорбент. Сейчас, дорогие друзья, я вам скажу, о чем сегодня будет речь. То есть, по сути, это будут вопросы, которые вы, зрители, задавали, важные вопросы, очень важные, на которые надо дать исчерпывающую информацию. И я вам сейчас их зачитаю, чтобы вы знали, интересно вам будет послушаться эти ответы. А потом я попрошу вначале еще раз для тех, кто еще не в курсе, кто первый раз смотрит данное видео, рассказать нашу гостю, что это за уникальный такой, почему он уникальный, и кому он вообще нужен, и зачем он нужен этот гель-сорбент. А это, поверьте, вещь, действительно уникальный, без преувеличения. Ну, так вот, о чем будет видео. Смотрите, вопросы на повестке стоят такие. Вот у сорбента данного, вяжущая послевкусие, как у хурмы, это нормально, так должно быть. Второй вопрос. По поводу гемодиализа. Сорбент, вот этот, может ли заменить гемодиализ? Вывести креатионин в мочевину. Третий вопрос. Почему возникали боли в желудке после применения сорбента? Четвертый. Выводит ли этот сорбент минералы и витамины из организма? Очень важный вопрос. Потом, следующий, пятый. Нужно ли применять вместе с сорбентом пробиотики или пребиотики? Можно или нет? Шестой вопрос. Можно ли применять его, сорбент, при химиотерапии, у кого онкология? Очень важный вопрос. Следующий, седьмой. Если утром надо применять лекарства, принимать, то когда можно принимать вот этот гель, сорбент? Восьмой вопрос. Если заболел ковидом человек, когда и как применять сорбент, гель? Ну, и вообще, пошире скажем о разных вирусных и прочих заболеваниях такого рода. Девятый. После применения сорбента возник метеоризм. С чем это может быть связано? Ну, и десятый. Можно ли применять при беременности? Пожалуй, еще такой будет вопрос, ну, уже одиннадцатый. Не вызывает ли запоры при длительном применении? Вообще, можно ли долгое время применять этот гель сорбента? Ну, и последнее. Может ли убрать он симптомы мастопатии? Вот такой интересный вопрос. И это касается очень многих людей. Ну, а теперь я попрошу все-таки рассказать. Вот для новых зрителей. Что это за продукт? Зачем он нужен? Немножко подробно, если можно, вот о свойствах. Хорошо, Юрий Андреевич, добрый день. Очень рада, что вы нас пригласили заново. Вот, но сегодня наша встреча будет посвящена именно вопросу, которые возникли у ваших подписчиков, которые приобрели уже сорбент. И я с удовольствием на них отвечу, потому что эти вопросы, они очень важны, дабы понимать, каким образом дальше, как работает сорбент и почему у него могли возникнуть такие вот свойства. Немножко расскажу про наш продукт. Чем он отличается, прям коротко, чем он отличается от сорбентов, которые есть у нас на рынке? Потому что я смотрела, что ваши многие подписчики задают именно эти вопросы. Первое, самое главное, у нас сорбент, он органической природы. И полисорб, энтеросгель, если взять, например, активированный уголь, это все сорбенты неорганической природы. И у них форма сорбции, механизм сорбции, это ячеечный. То есть он ячейками собирает все то, что видит на своем пути. То есть он не выбирает, например, патогенную флору или не патогенную, микроэлементы или витамины. То есть это идет просто очищение кишечника полностью. То есть мы называем это как бы метлой все это. И поэтому после этих сорбентов обязательно назначаются биотики, пребиотики. При длительном применении этих сорбентов возникает такой обычный эффект, как запоры. И поэтому в течение 5-7 максимум дней, к сожалению, эти сорбенты больше применять нельзя. В отличие от нашего сорбента, потому что он органической природы. Он по своему составу очень близок к тканям нашего организма. Потому что мы смогли создать его, как я рассказывала, из хитозана. И мало того, что этот хитозан, он проходит в течение 7 дней наши индивидуальные технические обработки. И таким образом мы получаем 3 полимера. Высокомолекулярные, низкомолекулярные, высокомолекулярные полимеры. Поэтому он у нас живой. И я видела, что многие ваши подписчики пишут, например, что они получали, например, сорбент, и он замерз. Что в принципе невозможно при сорбентах, которые я перечислила, энтеросгель, полисорб. То есть там абсолютно все равно, какая будет температура. Он на живой. Поэтому мы к нему очень бережно относимся, любяще. Поэтому его можно применять длительно, не боясь побочных эффектов. Не боясь того, что он выведет витамины и микроэлементы. То есть этот вопрос был, и я к нему вернусь. Что еще, значит, очень важно, что именно наш сорбент можно применять при язвах и гастритах. Энтеросгелия, полисорбы, все кремниевые, именно кремниевые сорбенты. В противопоказаниях написано, что при язвах и гастритах нет. Это категорически невозможно. Применяется он обязательно, если есть хроническая интоксикация. Хроническая интоксикация, мы постоянно с ней связаны. Все то, что связано с природой, все то, что мы применяем в пищу. То есть я не буду это перечислять, потому что мы все прекрасно знаем, чем мы дышим и какие продукты мы применяем. Если есть какие-то аллергические реакции, они также связаны именно с хронической интоксикацией. То есть это может быть экземы, это может быть розация, это может быть срез. Но срезом тоже очень аккуратно. Если будут возникать какие-то вопросы, вы обязательно нам пишите, потому что у нас есть схема введения именно этих больных. Там вот не все просто так, как нам бы хотелось. Люди, которые имеют атонию кишечника и запоры, это тоже. Повышенный холестерин. Если это повышение мочевой кислоты и креатинина, то есть если это может быть подагра, то он в этих случаях тоже обязательно применяется. Сейчас я скажу, как быть, если YouTube все-таки закроют, слухи такие ходят, и может быть это быть в любой момент, в любой день. Тогда как меня найти, как найти мои видео, какую-то иную от меня информацию. Во-первых, обязательно подпишитесь на мой Telegram канал. Вот он. И по ссылке, конечно, здесь под видео, нажмете еще, откроются ссылки, там будет и Telegram. И вот послушайте, что еще. Дзен Яндекс. Так вот, там будут видео. Так же, как в YouTube там практически. Ну, естественно, по-другому, непривычно еще может быть. Третий вариант. Возможно, мы будем публиковать видео на Рутубе. Может быть, будем даже дублировать все видео уже туда. Так что и там, на мой канал в Рутубе, подпишитесь. Ну и на всякий случай в группу ВКонтакте вступите. Она, конечно, дублировать будет то, что будет в Telegram. Тем более, в Telegram, ну, проще. Так же помните, что у меня есть мой главный сайт. Юфролов.блог. Там будут и статьи, и так далее. Второе. У нас есть наш сайт, главный по продуктам. Надгард.ру. Его не забывайте. Любые товары, продукты там покупаете. Будем надеяться, что YouTube все-таки не заблокирует. А вот, допустим, ну, понятно, что любые отравления, да, например? Конечно, отравления. Вот, я просто их не перечисляю, потому что это настолько понятно уже, наверное, поэтому отравлений нет. И пищевые отравления, и тяжелыми металлами, да? На вредных предприятиях, кто работает, стоит профилактически их применять однозначно, правильно? Конечно, конечно. Если, например, вот у нас были отзывы очень положительные, когда возникала резкая аллергическая реакция, и была она выражена в отеке квинки, тогда, когда скорая может просто не успеть, это может перейти в анафилоксический шок. То есть это страшное совершенно осложнение. У нас есть применение сорбента в первые вот эти часы, и мы купируем именно приступы квинки нашим сорбентам. А скажите, если такой приступ, не дай бог, у человека будет, у него под рукой будет гель, как и сколько, в каком количестве и как его применять? По 40 мл на 100 мл воды горячей разводится и каждые 15 минут в течение 3-4 вот этих раз. То есть 3-4 раза через... 3-4 раза по 40 мл на 100 мл воды. Через каждые 15 минут? 15-30 минут, да. И так 4 раза, да? Да, да, да. А какая температура воды? Горячая ведь растяжимое понятие. Горячая температура от 40 до 45 градусов. То есть это примерно получается температура чая. Ну у всех по-разному. То есть до 50 можно, от 40 до 50 градусов. Хорошо, что я спросил, потому что уверяю вас. Большинство людей, говоря о горячей воде, подумают градусов 70-80 и выше. Поэтому вот это очень важно акцентировать, поскольку продукт живой, да, ну и по его физическим свойствам определенным 40-50, но лучше 40-45, правильно? Да, да, правильно. Все. Значит, ну естественно, вот это очень важный момент, который вы сейчас подчеркнули в плане вот, например, такого вида использования. Ведь отековинки, да. А еще есть ли какие-то такие, знаете, из практики интересные варианты истории его применения и помощи скорой? Ой, я не знаю, насколько это будет интересно. Но я думаю, что, наверное, да. У наших знакомых, они вывасили кота на какую-то территорию, и кот там наелся крысиного яда. Когда этого кота привезли в ветеринарную, то врачи посмотрели и сказали, ой, вы знаете, ну мы, к сожалению, ничего сделать не можем, потому что концентрация яда такая высокая, и вы так долго вот его, наверное, везли, что максимум ваш кот там день-два и все с летальным исходом. И тогда наши пациенты или наши, наверное, клиенты, вот они стали применять коту неразвезденный сорбент, выливали ему в ротовую полость со шприца. И точно так же выливали, я даже не могу сказать, какую дозу, то есть они настолько были ошарашены этой всей ситуацией, вот, что, по-моему, 15 миллилитров даже было, да, 15 миллилитров была доза, вот, и они вливали каждые полчаса. Я к чему уж, к тому, что через два дня привезли кота к врачам, ветеринарам, и они говорят, как вам удалось это, это нереально, то есть ваш кот должен был просто умереть, каким образом, расскажите, что вы делаете. И у нас сейчас очень много есть клиентов, пациентов, заводчиков, животных, которые применяют наш сорбент. И если интересно, то можно посмотреть, я вам могу прислать видео, вы можете разместить у себя на площадке, где многие заводчики, которые участвуют в соревнованиях от желити, занимают первые места и очень благодарят за наш вот этот продукт, они пользуются им. Очень интересный вы пример привели, прям вот важный, потому что у нас много, на самом деле, зрителей, которые, ну, и моих клиентов, соответственно, которые покупают у нас вот наши уникальные, да, первые в мире сыроедные веганские корма для кошек и собак, которые сами по себе лечебные, после которых проходят болезни, что врачи тоже руками разводят. И вот как раз, ну, бывают проблемы у животных, меня часто спрашивают, а это прекрасный вариант использования, великолепный. То есть мы можем, во-первых, о чем сказать? Во-первых, о том, что даже увеличив дозу, потому что масса кота, ну, понятно, какая, если по 15 миллилитров вливали, то если человек примет и больше, ну, при острых каких-то проблемах там, то никаких проблем не будет, да, тут нельзя преувеличить. Это важный момент очень, конечно, чтобы люди понимали, что это абсолютно безвредное средство. Второй момент. Почему кот должен был умереть? Ну, понятно, что от крысиного яда и других вообще тяжелых ядов страдают почки и печень, да, то есть вот в первую очередь, потому что они принимают на себя удар этой самой интоксикации. То есть мы тем самым, применяя вот этот гель-сорбент, мы, ну, как бы это сказать, защищаем и спасаем порой почки и печень, если есть какие-то отравления, либо вот те же самые токсичные вещества, какие в организме есть, их надо вывести. Тем более, если у людей есть какие-то очаги хронических воспалений в активной форме, да, и так далее, то при, например, различных болезнях и их лечении, о чем мы сейчас перейдем, как раз применять этот сорбент и можно и разумно, верно? Да, конечно, конечно, все правильно. Тогда перейдем с вами к этим вопросам, да, прям по порядку, и на них и вы ответите. Да, давайте. Первый вопрос, это вы задавали вяжущие послевкусия, как у курмы. Я могу сказать, что это бывает связано тогда, когда, например, высокая концентрация сорбента разводится в малом количестве воды, и тогда он, да, может давать вот это послевкусие немножко вяжущие. Вот, а иногда это бывает просто обусловлено индивидуальными вкусовыми рецепторами, поэтому этой реакции бояться не нужно, это абсолютно нормальная реакция. Какое количество воды человеку, если говорить минимум и максимум, можно разводить, и какое количество сорбента, ну, скажем, при каком-то длительном, просто профилактическом применении? То есть, например, берется 15, как вы говорили, до 30, допустим, до 30 миллилитров человек сам решает, и на какое количество воды разводится? На стакан. 15 миллилитров на стакан воды. Ну, если 30 на стакан, то как раз может быть вот этот вкус такой, да, не совсем приятный? Да, да, да. Или, например, если получается 15 миллилитров, вы разводите, ну, меньше, чем 100 миллилитров, тогда это будет ощущаться. Понятно. Значит, с температурой воды все понятно. Значит, гель, сам флакон надо встряхнуть перед тем, как... Обязательно. Да, там в инструкции написано, что обязательно при применении вы должны встряхнуть флакон и развести эти 15 миллилитров в воде. Еще вчера, по-моему, поступил вопрос от вашего менеджера по поводу того, что когда разводится сорбент, он обладает такими хлопьями. Может это быть, и нормально ли это реакция? И мы выслали в обратную сторону вам видео, что да, когда разводится сорбент, он становится как вот гель такая, какая-то взвешенная. Вы его размешиваете чайной ложечкой, он обладает общую консистенцию, но в взвесе там могут быть хлопья визны, это абсолютно не страшно, это нормально. Отлично. Тогда вопрос второй. Может ли сорбент заменить гемодиализ, выводить креатинин в мочевину? Вы знаете, здесь, конечно, такой вопрос сложный. И могу сказать, что первое упоминание о лечении уронемии энтеросорбентами еще было приведено Гиппократом. Описывалось, как использование земли с острова Лемнос для снятия боли в почках. И у нас есть наработки по снижению креатинина и мочевины в крови у больных хронической почечной недостаточностью. Но хроническая почечная недостаточность, она имеет пять стадий. И при первой, от первой до третьей стадии экоэлемент сорбент дает хорошие результаты по снижению этих показателей. И заключается в чем? То есть хитозан, он выводит токсины из почек, тем самым замедляет развитие хронической почечной недостаточности и уменьшаются клинические симптомы заболевания. Хочу обратить внимание, что лучшие результаты отмечены именно при использовании низкомолекулярной фракции. Вот то, что я рассказывала в самом начале, хитозана. То есть это от 180 до 200 килодальтон и 70% гиацетилирования. То есть эти условия, это вот наше ноу-хау, то, что я рассказывала, что обязательно должны быть вот такие условия. Тогда есть возможность выведения именно креатинина и мочевины. Скажите, а в этом сорбенте, который мы продаем, так сказать, вы нам оставляете, мы представляем эту вашу продукцию, в нем как раз вот эта вот фракция и состояние, так сказать? Да, да, не только она. То есть там получается, что я сказала, высокомолекулярная, среднемолекулярная и низкомолекулярная именно ту, которую я озвучила. Ну, значит и она. Да, и она тут, да. Ну, если уже врач назначил диализ, то заменить его на энтеросорбентный элемент мы не рекомендуем. Можно применять его просто в промежутке между диализами. Именно в помощь для снижения интоксикационной нагрузки на именно выделительные системы. Ну, вот, наверное, я считаю, что так. Ну, понятно. Тогда следующий вопрос. Почему возникали у некоторых людей боли в желудке после применения сорбента? Ну, это тоже, может быть, связано с индивидуальной особенностью организма. Вот, и надо попробовать применить экоэлемент после еды, через час или полтора. То есть может быть такое, что вот реакции после еды не будет. Но может быть даже другая причина. Значит, это наличие хеликобактера. И сорбент, он может выступить как лакомусовая бумажка. То есть он выявляет проблему в желудке. И, соответственно, болевой синдром, это будет говорить о том, что да, надо сдать анализ на хеликобактер. И чаще всего вот это бывает именно с этим связано. Сдавать анализы. Вот, подскажу нашим зрителям. Значит, смотрите, у меня есть отдельное видео по лечению хеликобактер. А натуральными средствами, я говорю о лавандовом масле, уникальный метод, кстати, природный. И действительно лечится. То есть другие методы применения очень серьезных препаратов, вредных для почек и печени. Но тут есть такой. Так вот, а первое, совершенно верно тоже. Я всегда говорю, бывают индивидуальные реакции организма людей на разные совершенно. Даже натуральные препараты, БАДы. Тем более до еды. Ну, как слизистая, в каком состоянии кишечника, там, желудка. Много других факторов. Поэтому, если что-то, я так всегда говорю, до еды вам плохо, применяйте это после еды. Если после, через, там, 30, 40, 50, 60 минут. Ну, гель, я так понимаю, лучше, когда максимально пищеварение пройдет. И, соответственно, где-то через час-полтора после еды, наверное. Отлично. Переходим к следующему вопросу. Правда, вы сказали, выводит ли сорбент витамины, минералы при длительном его применении. Конечно, не выводит. Этим отличается он от тех самых синтетических, вернее, и разных неорганической природы. Правильно? Я хотела бы просто объяснить механизм, потому что многие не понимают, каким образом это может быть избирательная сорция. В чем она заключается, избирательная сорция. И, повторяюсь, рассказать прям совсем простыми словами, что наш сорбент, он создает хилатные комплексы. Что такое хилатные комплексы? Это когда положительно заряженная мембрана сорбента притягивает к себе отрицательно заряженное то, что она найдет. А отрицательно заряженное у нас – это вирусы, это бактерии, это жиры, это токсины. А микроэлементы и витамины, они на своей мембране имеют одноименный заряд с сорбентом положительный. По закону физики одноименные заряды, они просто отталкиваются. И поэтому он не видит ни микроэлементы, ни витамины, и поэтому их не выводит. Скажите, а можно ли сказать, что он вот этим и абсолютно уникален, этот именно гель, и не имеет аналогов? Да, конечно. А вы знаете, правильно я понимаю, что он аналог, я просто могу ошибаться, но вроде бы, что не только в России, но и в мире аналогов нет? Ну вот именно такого сорбента в жидком виде нет. У нас нет аналогов. Нет аналогов. То есть нет аналогов вашему вот этому сорбенту в мире нигде. Да, здесь аналогов невозможно сделать, потому что у нас именно наша технология, уникальная технология, которую мы сделали, никто в мире не смог создать, чтобы в сорбенте содержалось именно три фракции сразу. Высокомолекулярно, низкомолекулярно и среднемолекулярно. Вот этого никто не сделал. Это наш ноу ха. Понятно, это здорово. Поздравляю, что называется и вас, и нас всех с этим. Вы знаете, здесь я хочу прям маленький такой интересный пример для расслабления ситуации и вообще интерес такого привести пример. Ну кто-то, знаете, ведь есть люди, которые говорят, вот там типа в России ничего лучшего быть не может, все лучшее за рубежом. Есть такие люди, которые так не любят Россию, вот эти либералы, про которых Достоевский так хорошо говорил, что русский либерал это лакей, который только и ждет, кому бы протереть ботинки. Так вот, такие есть, особенно сейчас их много. Но вот только что ко мне приехал мой старый друг. Он рассказал мне много чего интересного. В частности, вот такую штуку. Есть у него товарищ в Челябинске. Очень серьезный человек. Хозяин, владелец, директор завода, который выпускает трактора. Но, скажем так, его предприятие не так известно, как Челябинский тракторный завод, там другой завод. Недавно он из Челябинска в Москву приезжал. Они встречались, только общались. А он приехал по поводу заказа от Минобороны. Там 300 бульдозеров, прочее. У него весь товар, который они произвели до этого времени, и который они произведут до 2023 года, уже весь выкупили. Но самое интересное, к чему я все это говорю. К нему на завод приезжали представители крупнейшего концерна. Он австрийский, немецкий, Липхер. Ну, все знают технику Липхер. Часто не только по холодильникам и морозильникам, а еще по серьезной, тяжелой, мощной, строительной и прочей технике. Так вот, вы знаете, я бы это и не говорил, но это истинная правда. В общем, в итоге переговоров они такую вещь сказали. Давайте так, мы даже за более дорогую цену, чем вы продаете вот в России, готовы закупать все, ставить свои лейблы и продавать. То есть, ну, только согласовывают там раскраску, ярлыки, маркировки. Вы представляете, что это такое? То есть, во-первых, это говорит о том, что качество великолепное. Да, это еще и говорит о том, что они сейчас ищут, где производство дешевле размещать и так далее. Но и о качестве. Так вот, есть у нас, все же есть у нас в стране такие разные виды товаров, изделий различных в разных областях. Их не так много сейчас, к сожалению. Но будет больше и больше со временем, которыми можно и нужно гордиться. Вот. И это вот просто пример из жизни сегодняшнего дня. Да, да, согласен с вами. Давайте пойдем дальше. Следующий вопрос. Нужно ли применять вместе с сорбентом пробиотики, пребиотики? Потому что все-таки некоторые думают, что это несовместимо совершенно. Я хочу повториться, что так как сорбент обладает избирательной сорцией, то патогенная микрофлора, она обладает отрицательным зарядом. И поэтому сорбент ее выводит. А не патогенка. Она также обладает положительным зарядом. И, соответственно, она отталкивается, она остается. Но, значит, сам состав сорбенте и хитозановой формы, он является хитозан хорошим пребиотиком. И поэтому необходим для микрофлора кишечника. И нет необходимости применять пребиотики дополнительно после него. Что касается пробиотиков, можно применять одновременно вместе с нашим интерсорбентом, так как он будет способствовать их росту и размножению. Вот пробиотики можно применять. Дорогие товарищи, я просто хочу вам пояснить, вот те же самые уникальные пропионовые симбиотические бактерии ИВИТО, еще старая советская разработка, вот то, что мы продаем, их можно применять. Единственное, всегда просто разносите по времени все между собой. А так, да, фокус тот же. И тогда все это совместимо, противоречий здесь нет. Натуральное, естественное, природное можно совмещать. Так, шестой вопрос, можно ли применять гель при химиотерапии? При химиотерапии наш интерсорбент разрешен применением, так как в химиотерапии происходит распад раковых клеток и здоровых клеток. Соответственно, в кровь из-за этого поступает большое количество токсических веществ. И печень, почки, они часто не справляются. Для того, чтобы помочь им утилизировать метаболиты, облегчить вот эти последствия химиотерапии, как рвота, слабость, проблемы с ЖКТ, конечно, его надо применять обязательно, да. Прекрасно, прекрасно. Скажите, а вот если утром надо применять лекарства, какие-то назначенные врачами, то когда принимать в этом случае гель? Ну, вообще мы рекомендуем, что утро, оно должно начинаться или со стакана воды, но в нашем случае, если есть уже такой интерсорбент, то мы рекомендуем с горячего сорбента. А потом уже через час или полтора можно принимать лекарственные средства. Ну и, конечно, можно применять, как мы говорили в прошлом видео, два раза в день, тогда второй раз вечером перед сном, скажем. Да, если стоит программа очищения, то применяется утром и вечером. Если есть какая-то лечебная программа, то есть это может быть повышение холестерина, повышенный холестерин, это может быть какие-то, то что я говорила, аллергические реакции, то тогда можно применять до трех раз в день. И все эти схемы, они расписываются индивидуально уже. А, кстати, очень важный момент. Ну, мы говорили в прошлый раз, сейчас надо повторить, это ведь касается очень многих. Оказывается, этот гель-сорбент снижает и уровень повышенного холестерина. Да, да. Не только холестерина, но даже и триглицерина. А это доказано научно, что называется, лабораторно? Вы знаете, да, мы делали фокус-группу, набирали людей, у которых был повышенный холестерин, пиотинин, билирубин и мочерина. И наблюдали за ними в течение 20 до 30 дней. Потом сдавали анализы. И у нас есть подтверждающие анализы именно из этой лаборатории, которая находится в Новосибирске, это военная лаборатория. Вот, если это будет интересно, то мы можем вам предоставить тоже, вы можете посмотреть и выложить их на сайте у себя. Скажите, а как долго можно применять подряд без остановки гель-сорбент? В принципе, если вот при таких ситуациях, то есть можно ведь и месяц, и два, и три, да? До полугода и года. Отлично. До полугода, да, это показательно. Хорошо, тогда следующий вопрос. Если заболел человек ковидом, тогда как применять и стоит ли применять гель-сорбент? Вы знаете, да, конечно, мы сейчас просто рассмотрели схему свою, которая работает просто фантастически. Если раньше мы рекомендовали применять два раза в день, то есть для снижения интоксикации, температуры, то буквально вот месяц назад мы решили посмотреть, ну, пока на близких, на своих смотрели, конечно, какая будет реакция. Вот, применяли шесть раз в сутки горячий сорбент, ну, получается, с разницей где-то в два часа. Вот, на второй день к вечеру температуры и симптоматики ковидной мы практически не наблюдали. На третий день мы применяли уже четыре раза, и, в общем, так продолжалось где-то четыре раза, продолжая в течение недели. Потом оставили только прием утром и вечером в течение месяца, потому что сорбент, я еще хочу повторить, что он обладает не только дезинфекционными свойствами, но он хороший иммуномодулятор. И вот это очень важно, восстановление иммунитета нам после ковида обязательно необходимо. Ну, то есть профилактически или когда человек болеет, любыми вирусными, там, заболеваниями, ОРЗ, ОРВИ, применять... Да, да, применять его обязательно, да. Попробуйте вот так вот, мы применяли его до шести раз в сутки и увидели фантастический совершенно результат. То есть никакие препараты больше первые два дня никто не применял, кроме витаминов и нашего сорбента, ни противовирусные, ни иммуномодуляторы, то есть никаких препаратов больше не было. То есть мы смотрели реакцию именно нашего сорбента до шести раз в сутки. Изумительно, изумительно. Ну что ж, тогда вопрос следующий. После применения экоэлемента вот этого геля могут, допустим, у людей возникает метеоризм. Вот с чем это может быть связано? Такой был вопрос. Был вопрос, и у нас тоже часто задают такие вопросы. Значит, что происходит? Почему вот это вот распирание происходит именно в кишечнике в первые дни? Когда попадает туда сорбент, то сорбент формирует, как я рассказывала, новую микробиоту. То есть он выводит патогенные микрофлоры, остается микробиота не патогенная, и, соответственно, вот эта вот патогенная флора, она борется за свое выживание. То есть она не хочет оставлять наш организм, и таким образом она создает для себя комфортные условия, которые выражены именно в брожении и в гниении. И со временем, когда происходит рост уже полезной микрофлоры, и она вытесняет патогену, то все это проходит через 5-10 дней. Вот, я хотел как раз добавить, что просто еще симбиотическая нормальная микрофлора не размножилась до такого количества, когда она стала работать так, чтобы исключить возможность различных вот этих дисбактериозных состояний, сибра и так далее. И, кстати, вот насчет этого момента, опять-таки скажу, что тут идеально было бы вот эти, было бы применение бактерий эвита, которые дают великолепнейшие результаты по различным дисбактериозным состояниям, синдрома избыточного бактериального роста, синдрома и так далее, раздраженного кишечника. И тогда у меня вопрос, пожалуй, вот еще какой очень важный. Мы про это говорили сегодня. Можно ли применять при беременности? И давайте сразу детям. С какого возраста? Мы рекомендуем применять с трех лет. Вот, ну, как я уже рассказывала в предыдущем, на предыдущей нашей встрече, что у нас есть мамочки, которые применяют маленьким детишкам, даже грудничкам. То есть я не могу это рекомендовать вот обширно, но тем не менее опыт такой и есть. Вот, но все-таки мы рекомендуем с трех лет. А по поводу беременности, не только нужно, но и необходимо, потому что ассорбент, он хорошо убирает симптомы токсикоза беременности. Он нормализует секрецию соляной кислоты в желудке, и таким образом он убирает изжогу, это частый симптом, который сопровождает беременность. Он выводит лишнюю жидкость, обладая мягким, хочу подчеркнуть, именно мягким мочегонным действием. Из-за гормональной перестройки на ранних стадиях могут возникать у беременных аллергические реакции, в виде кожного выступания, риниты, слезотечения. И он тоже очень хорошо справляется с этими симптомами. Во время беременности происходит часто изменение самого состава желчи. И желчь становится более вязкая. Ее реологические свойства становятся хуже. И за счет застоя желчи это приводит очень часто к запорам. Поэтому при применении сорбента он меняет именно состав желчи, так как он является гепатопротектом. Это я рассказывала на прошлой встрече. И поэтому, восстанавливая саму желчь, улучшая ее вязкость, таким образом он предотвращает возникновение запоров. Скажите, а каким образом тогда применять, вот в этих случаях, когда при беременности есть запоры, интоксикации, как надо правильно применять? Применяют так же, как и обычно при очищении. То есть это 15 мл на стакан горячей воды утром и вечером. Ну, можно и три раза в день, да? Можно три раза, да. Ну, этого достаточно будет. Еще хотела дополнить, что изменяется во время беременности иммунологический статус. Поэтому это говорит о том, что сорбент еще может работать именно на иммунитет. И это тоже важно во время беременности. Потому что во время беременности иммунитет проседает. А, ну, во-первых, и при болезнях ОРЗ, ОРВИ и так далее тоже на иммунитет же он будет работать, правильно? Да. То есть всегда ослаблен иммунитет, то применять стоит, можно, тем более я говорю, что если одни есть положительные замеченные эффекты, причем разные, как мы видим, то почему бы не применять это профилактически вообще, тем более если есть проблемы с кишечником, с пищеварением там и так далее. Потому что если есть проблемы с пищеварением, это в любом случае интоксикации идут, по-любому, из-за дисбоксердных состояний. Так, ну, и тогда вопрос такой. Ну, это понятно уже ответ, но давайте, потому что был такой вопрос, и поэтому спрошу я вас, что не вызывает ли этот гель сорбент запоры при длительном применении? Ну, на этот вопрос я уже отвечала, вот, и могу просто повторить, что нет, он улучшает микробиом, улучшает желчный отток, не выводит микроэлементы и витамины, и поэтому вот не вызывает запоры. Он, наоборот, формирует каловую массу, и, как мы говорим, это делает пассивным, пассивные сокращения именно мышечных полокон кишечника, то есть создавая, как бы, создавая фитнес для кишечника, вот что он делает. Поэтому, нет, он не приводит к запорам, и, наоборот, его можно применять именно при запорах. Иногда бывает такое, что запора не было, но при применении нам задают вопрос, что, вы знаете, мы стали применять, и вдруг вот возникли все-таки запоры. Здесь надо сделать акцент на количество воды в сутки, и обязательно при применении сорбента нужно применять больше воды. То есть и расчет, я смотрела ваши передачи, вот, у вас там тоже очень интересное было видение само и расчет применения жидкости на килограмм веса, но вот у нас есть, наверное, информация, которую тоже можно применить. Мы делаем расчет воды 30 миллилитров на килограмм веса в сутки. Это с учетом применяемого сорбента. И вот если водный режим, он находится именно на этом уровне, то запоров не будет. Да, и к тому же я еще хочу сказать нашим зрителям, что я советую, если уж есть проблемы с кишечником разного рода, если есть и запоры в том числе, то я советую убрать хотя бы на время все сладкое, и вы увидите, как вы улучшите в любом случае состояние, потому что вот этих гнилостных процессов, а главное брожение практически не будет. Ведь от чего идет брожение? От того, что несовместимая пища. Посмотрите мое видео «Раздельное питание». Вы поймете, и это истинная правда, это практика критерий истины, хотя и теория здесь абсолютно понятна. Потому что когда с пищей, например, белковой поступают быстрые углеводы, сахара, то неизбежно будет плохое переваривание пищи, и обязательно будет брожение. Тем более, если вот некоторые говорят, а я вот начала есть там капусту или что-то, и у меня начались тоже газы. Конечно, потому что еще у вас нет той микрофлоры, которая способна, вот вы вчера не ели и никогда не ели, а теперь начали резко вдруг. Ведь на всю, на любую пищу есть свои бактерии. Их очень много у нас в кишечнике. И когда вот стабильность, самый главный показатель, и когда вы стабильно подбираете себе одну и ту же пищу, то у вас уже микробиота адаптируется к данной пище. И она лучше начинает перевариваться, в общем, любая, даже лучше со временем. Главное, резких переходов не делать, или при резких переходах, что очень важно, ну, не потреблять сахара. Тогда не будет дополнительного фактора, вот по крайней мере, брожения, а как следствие газообразования. Вы абсолютно правы, да. Вот, это очень важно. Ну, и тогда давайте еще про мастопатию. Был такой вопрос, а можно ли убрать симптомы мастопатии, но, вероятно, имеют в виду как раз с применением гелем, сорбентом. Ну, да, наверное, для многих это непонятный вопрос. Причем здесь кишечник и мастопатия, это совершенно разные органы, то есть это гинекология, а здесь желудочно-кишечный тракт. И я хочу немножко, наверное, пояснить, что причин мастопатии может быть множество, но чаще всего это обусловлено повышенным содержанием эстрогенов в крови, или по-другому называется эстрогендоминирование, который не только приводит к мастопатии, это чрезмерной пролиферации ткани молочной железы, но это может быть также эндометриоз и миомы. И сорбент улучшает активность печеночных ферментов, что улучшает выведение гормонов и помогает в детоксе повышенного эстрогена в печени. Таким образом уменьшается его концентрация в крови. Здорово. Слушайте, ну вот действительно, кто-то скажет, ну вот, это что ж, панацея такая получается, и вроде как даже с протестом может сказать, от глупости, вероятно. Я, конечно, скажу, что панацеи никаких нет. Панацеи, вернее, есть, но если мы под панацеей понимаем комплексный системный подход по изменению питания, образа жизни, по мысли глобально, когда мы изучаем все причины, устраняем их изначально, и не чем-то одним, но если есть объективные вещи, почему нельзя говорить об этом, и действительно то, что вот вы сегодня пояснили, и даже более чем по плану, ну, это говорит по меньшей мере о том, что продукт безусловно уникальный, безусловно нужный, да почти всем людям. А, впрочем, каждый сам решит для себя, видя, есть ли у него, зная вот эти проблемы, о которых мы говорили, ну, как бы сказать, в какой-то иной ситуации близкой посмотрят, что у него, значит, с кишечником, бывают ли отравления, бывают ли интоксикации, а если ребенок заболел, так сказать, и у него повышенная температура, и болит живот, и так далее. Ну, и вот, собственно, я считаю, что в любой, что называется, домашней аптечке, холодильнике должен быть этот гель. Кстати, про хранение. Пока он не вскрыт, упаковка закрытая. Как его можно хранить? Не обязательно в холодильнике? Нет, если упаковка не вскрыта, то он может храниться при комнатной температуре до срока годности, которое указано на бетилочке. Я единственное, что хочу еще вам сказать, что рекомендовать, наверное, из нашего опыта, так как сорбент, он живой, то зимой его обязательно надо отправлять, учитывая температурные условия. И есть компании, которые обеспечивают тепловой режим. Но из нашего опыта, когда вы получаете сорбент, вы, пожалуйста, посмотрите его сразу на пункте приема, потому что тогда вы увидите, если он замерз и выглядит он, мы тоже присылали видео, то вам необходимо составить акт прямо на месте выдачи этого сорбента. И тогда у нас будет возможность получить денежные средства с этой транспортной компанией. Если вы принесли его домой и дома увидели, что он у вас замерз, к сожалению, здесь уже этой возможности у нас не будет. Поэтому мы вас предупреждаем. Смотрите, пожалуйста, на пункте выдачи. Тут только два момента. Во-первых, сразу хочу сказать. И мы, конечно, всех своих покупателей предупреждаем автоматически, потому что под данным товаром у нас на сайте nadgar.ru написано, что при отправке в другие города, когда температура на улице минус, мы рекомендуем в избежании порчи заказывать доставку транспортной компании «Жилдорэкспедиция», потому что она перевозит в тепле. Но, конечно, не во всех городах есть представители этой компании. И потому или подождать сезон, когда, ну, сейчас уже весна, ну, когда видео выходит, но понятно, что оно будет, я надеюсь, не один год в сети. Потому, смотря какой сезон, просто это мы будем решать уже вот, что называется, таким образом, что на сайте всегда это указано. К тому же менеджер вас всегда предупредит, наш, если вдруг что. Это, во-первых. А второй, вот какой момент. Скажите, пожалуйста, а как человеку на месте, увидев лакон, взяв его, открыв, понять, что замерзал он или нет? Вы знаете, я рекомендую, чтобы у вас, наверное, на вашем сайте все-таки были фотографии и видео. То есть он выглядит как вода, и в этой воде плавают, как, наверное, похожие на кораллы. Вот такие вот субстанции, похожие на белые кораллы. И тогда его применять, конечно, нельзя. А сможет ли человек на месте, в транспортной компании, вот взглянув на флакон, не открывая его, понять, плавают ли там вот эти кораллы или нет? Да, конечно, конечно видно. Там прозрачная бутылочка, и в ней видно сразу, что он не имеет общей консистенции, что он вот такой вот густой, гелеобразной формы. Там прям вот вода, обычная прозрачная вода, и в ней белые кораллы плавают. Ну, то есть происходит некое такое расслоение, да, с коагуляцией вот этой белой областной массы. Все понятно, все понятно. Ну, что ж, Марина Вячеславовна, я благодарю за вот эту встречу сегодняшнюю, вторую нашу, потому что действительно об этом продукте, ну, теперь уже абсолютно подробно вы все пояснили, все будет ясно, и надеюсь, наши зрители, соответственно, будут его заказывать, дорогие друзья. Значит, если вы хотите получить неподдельный, настоящий продукт, данные компании Новосибирского Академгородка, одной лаборатории, которая производит этот уникальный, не имеющий в мире продукт, вы можете делать это прямо на нашем сайте надгард.ру и по всей нашей стране, также в любые точки страны мира мы высылаем наши любые продукты, товары, приборы, и в том числе гель сорбента, в том числе уникальный гель для суставов, который восстанавливает хрящевую ткань и, соответственно, суставную жидкость, но об этом, если вы захотите посмотреть, еще не видели наше прошлое видео, посмотрите, потому что там о четырех продуктах компании, к сожалению, пока два из них, из четырех, нельзя приобрести временно, потому что в связи с санкциями нет особых компонентов, которые необходимы один из Англии, другой из Швейцарии, но, надеюсь, проблема решена так или иначе, в какое-то ближайшее, надеюсь, время будет все-таки, и еще хочу сказать, что скоро будет создан, ну, в течение месяца, скажем так, еще один уникальнейший продукт, вот можно буквально пару слов о нем, и мы заканчиваем. Я хотела как раз об этом тоже рассказать, потому что, дорогие зрители, у нас поступило предложение о совместном создании продукта, и который продукт будет реально уникальный, такого продукта нет ни в России, и точно я могу сказать, что нет его на международном рынке, фармакологическом, вот, мы сделали совместный продукт с Юрием Андреевичем, от него поступило предложение, использовать я пока не буду говорить, что, я просто сделаю вот такой секрет для вас, вот, определенные ингредиенты, и мы создали продукт два в одном, то есть это будет спрей, который используется и для носа, и для горла одновременно, обычно, если вы приходите в аптечные сети, то вам предлагают или для горла, или для носа, чтобы одно, два в одном, ну, навряд ли где-то вы такое видели, и этот продукт, он необходим будет каждому, каждому, и детишкам, и взрослым, то есть он должен лежать в сумочке у каждого человека, потому что он будет обладать свойствами, защищать противовирусным, очень мощным противовирусным эффектом, он будет применяться при болях в горле, и заложенности носа, но при этом не будет побочных эффектов никаких, и он будет создан исключительно на натуральных ингредиентах. То есть он, в отличие от многих средств, которые используются для снятия заложенности носа, вот такие побочные эффекты, как высушивание слизистой и в дальнейшем при длительном использовании образования даже полипов и других проблем, здесь этого эффекта не будет? Нет, этого не будет, и там еще очень много будет у него положительных других моментов, которых я не хочу просто сейчас рассказывать, давайте это сделаем небольшим секретом, ну и расскажем об этом позже. Да, дорогие друзья, об этом мы вам расскажем, когда продукт уже будет произведен, когда он у нас уже будет на складе, мы запишем это видео, и вы сможете уже, если захотите, этот продукт приобретать у нас, еще раз говорю, через наш сайт надгард.ру, причем не только в розницу, но и оптом, если захотите, никаких проблем. Ну, а на этом, пожалуй, точно уже на сегодня все, информации более чем достаточно, делайте соответствующие выводы, где найти данный товар, приобрести его, всегда свежайший, любой, ну, говорю сейчас в данном случае о геле с арбентом, уникальном вот этом, прямо проходите по ссылочке, она будет прямо под видео этим, вот, которое вы сейчас смотрите, да, на. Пожалуй, все, всего хорошего, я благодарю вас, Марина Вячеславовна, и надеюсь, что, да, скоро уже, скорой встречи будет как раз повод встретиться, когда выйдет этот уникальный продукт. Да, согласна, да, спасибо большое, всего доброго. Всего хорошего.